Я хотел сойти и спросить, что сколько будет этого? Это, хотя где-то в 10 тысяч раз сила тяжести на фокусе меньше, чем на Земле, движение материала вниз по склону есть. Теперь выбросы с Марса на фокусе. По Марсу бьют метеориты. Если удар приличный, то выброс может прорваться через полтоник от атмосферы Марса, в том числе и долететь до фокуса и до Деймоса. Вот разные оценки говорят, что это доли процента могут быть, выгоните фокусы, выгоните Деймоса, доли процента могут быть выбросы с Марса. Поэтому мы будем говорить в конце о том, что есть разные планы привести грунт с фокуса, одновременно это есть надежда привести частички марсианского вещества. Вот это борозда. Есть предположение, утверждение, что это трещины, которые могут быть в результате того, что приимными нарушениями, приимными возмущениями, фокус ломает, он трескается. Трещина от ударов, что это могут быть выбросы, следы выбросов из ударных кратеров, связанных с образованием вот этого кратера Степни. Это Адамский, их любят, эту гипотезу. И вторичные кратеры, которые выбросаны с Марса, из кратера Марса, которые Кнурей и Хейнг. Ну, давайте посмотрим, что характерно. Вот это один, где в другой пласты, вот эти борозды, которые секут кратеры на фокусе. Если смотреть только какую-то одну картинку, то, вот видите, вот здесь, вот, вроде бы не прошел выброс. А на других видно, что он пошел, пошел, пошел. Видно, что борозы, если систематически изучать, вот, видно, что борозы секут кратеры, большинство кратеров они секут. И еще одна характерная деталь, что они, борозы, пересекая друг друга, не смещаются. Вот то, что они секут, это как бы в пользу того, что это трещина. То, что они друг друга не смещают, это как бы такая загадка. Это решение, пересекая друг друга, смещаться. Значит, некоторые семейства вот этих бороз, они очень обширные, они вот где-то порядка 90, кажется, 330 градусов по, так сказать, по долготее земель, долгодок Флобоса. И они вот это все, если это, трудно представить себе, что выбросы с Марса вот так будут, так лягут. Другое, что, вот если смотрите, это Луна. Вот камень, который катится по Луне, по склону с Луны. Вот они, камень покатился сюда, вот здесь он прыгает. Вот, 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 он, когда камень, катящийся по поверхности, встречает дырку, кратер, он некоторое время летит в условии такого низкого, особенно на Флобосе, низкой силы тяжести. Ну, там мы такого не видим. Более того, если мы посмотрим на астероид Эрос, вот очень похожие вещи, то, что мы видели на Флобосе. Но около астероида Эрос нет рядом Марса. Нет, неоткуда вот эти выбрасывать, выбрасывать эти вторичные выбросы, которые пропахили, либо вот такие вещи. И нет большого брата стиклей, который, как любят считать Хэль и Рамсуи, дали вот эти образы. Вот астероид Лутец, я которого показывал. Вот вам нечто похожее на борозды на Флобосе. Это, приходится признать, что это что-то типа трещины. Вот астероид Беса. Видите, что-то похожее на те. Это все-таки скорее трещины. А вот загадка, что трещины друг друга не пересекают, давайте посмотрим. Вот нормальная ситуация. У вас есть старые трещины. Вот новая трещина, которая идет. Она хотела бы пойти сюда, но эта трещина ее не пускает, она сбегается как бы. Так происходит, когда образование трещин, фронт трещины образования, так вот, более-менее горизонтальный. А вот пример с того же, с того же масса. Вот у вас трещины, трещины старые, вот эти вертикальные, вот трещины новые. Они, если у вас образование идет снизу, то они пересекают без смещения. Поэтому, все-таки, скорее всего, это трещины на полусе. В горизонте это трещины. Кратеры легали на Деймосе. Мало чего можно сказать. Кратеры, кратеры. Борост не видно. Это вот карта. Это давным-давно полученные снимки Деймоса. Видно, что кратеры и вот камни с вырослыми и с кратерами связаны. Но, в общем, мало материала, мало чего можно сказать. Характеристики малых тел. Форма, как правило, неправильная. С исключением больших астероидов. Атмосферы нет на астероидах. А вот у комет, газ, комы, когда они приближаются к Солнцу, ну, можно считать это атмосферой. Материал примитивный. Хондриты, углевские хондриты. А вот исключение ахондриты. Наверное, это астероиды, некоторые другие астероиды. Биологические процессы. Недавные кратеры, обвалы, типа оползней, сползания, сублимация льда на камерных ядрах, которые приближаются к Солнцу. Вулканизм нет. Был ранний вулканизм на родительских телах ахондритов. Нет эндогенной техники. А мы видим разломы. Они, скорее всего, удары. Или ломаются за счет возмущений, когда это что-то типа спутникового. Миссии, полет к Фобосу и Деймасу. Хотелось нам полететь. Была русская, российская миссия в 2011 году. Ну, с Земли не удалось полететь. Может быть, повторена в 2025 году. Вот. Весьма вероятно, что это состоится японская миссия к Фобосу и Деймасу с расследованием образцов. С Фобосом. Скорее всего, это такая весьма... Ну, японцы, они такие... Уж раз в день, что что-то пытаются делать. И американцы, хотят поставить прибор некий к ним. Значит, это запуск в сентябре 24-го года, приблизи к Марсу в 25-й год, обратно к Земле в 29-й год. А это американцы туда спектроны поставили. Гамма и нейтронный спектроны, гамма. А это европейцы думают о своей европейской миссии к Фобосу. То ли будет, то ли нет. Вот. Это еще один желание европейское больше, все-таки, желание, предложение, пока ничего не конкретно, не запланировано. И замечательное замечание, поверхность Фобоса, продукты ударного катастрофа образования, похожи на Луну. поверхность, значительная разница, это малые условия, малые силы тяжести на Фобосе, летят дальше, часть улетает с Фобосом, некоторые части возвращаются, несмотря на очень малые силы тяжести. Есть склонные процессы, поверхность Фобоса Марса, Деймос геологически похож на Фобос, заключение бороз, Фобос и Деймос, это цель для новых миссий, и Фобос хороший кандидат для того, чтобы построить там базу помежуточную, когда будем исследовать Марс. Вот хороший ученый Биллинг Гартман, он также и художник, и он еще и писатель, он написал книжку «Марс Унтерграунд», там часть того, что происходит, с героями его книги, происходит на Фобосе, на этой базе. А почему бы и нет? Спасибо. До свидания.